Хей, привет! В детстве я хотела стать художником, поэтому очень много рисовала, а рисовала я в основном аниме, 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 аниме. У меня есть папка со своими детскими рисунками в период, когда мне было 12, 13 и 14 лет, и когда мои навыки только-только формировались. Я хочу показать вам эту папку со своими детскими рисунками, но нужно быть готовым к тому, что там в основном сплошное аниме и в частности очень много Наруто. Поверьте, очень много Наруто! В 13 лет у меня был пик задротства по японской культуре, особенно ярый фанатизм я испытывала к определенным мультяшным персонажам. 99% рисунков в папке неоригинальные, то есть я училась рисовать аниме по стоп-кадрам, например, выбирала какой-нибудь красивый аниме-скриншот и уже сама пыталась его нарисовать. Я отчасти неосознанно училась повторять мультяшную анатомию и правильно наносить штриховку как карандашом, так и другими материалами. Моя детская фантазия, конечно, могла родить несколько своих личных оригинальных персонажей, но все же по этой папке можно отследить, какие именно мультфильмы я смотрела в этот период своей жизни. Также я пыталась иллюстрировать героев моих любимых книжек, например, у меня есть серия работ по Мефодию Буслаеву. Может кто-то еще помнит такого и я не одна фанатка. Кстати, хочу заметить, что я никогда не понимала, почему многие художники испытывают стыд и даже неприязнь к своим старым работам. У меня, наоборот, возникают искренне только теплые чувства при просмотре, а иногда я даже могу позаимствовать какие-то художественные фишки из своего прошлого. Судя по некоторым рисункам, я поняла, что в 13 лет я смотрела слегка, мягко скажем, не совсем правильные мультики для моего возраста. Например, я смотрела Эльфийскую песню, Девственницу со вторым размером или еще Волчицу и Пряности, где, блин, сплошная обнаженка. Но вроде моя психика в порядке, я надеюсь. А еще можно заметить, что везде я оставляла огромную такую подпись возле каждого рисунка. Причем мои никнеймы менялись просто со скоростью света. Сначала я была Осинка, затем Земля Ника, вот именно так. Потом просто Ника, Ника Сахарный Леденец, господи, прости. Затем я резко стала Кристофером Зефиром. И вот на данный момент я Кристина Каспи. И вроде этот никнейм держится уже довольно долгое время, хотя можно понять, какая я непостоянная на этот счет. Так, вернемся к моей папке. Уже с возрастом я смогла заметить, что расположение рисунков на листах у меня как бы прыгает. Например, персонаж нарисован на листе А4, но сам рисунок занимает всего 10 сантиметров и расположен где-то с краю. Ну или наоборот, очередная летающая голова не вмещается в А4 и выходит за ее границы. У хоть какой-то композиции я не знала вообще. Но мне было 13 лет, и мне было все равно на это. Я рисовала своих любимых персонажей со всей душой и со всей своей любовью. И уже как они нарисованы в техническом плане, это не имело вообще никакой разницы. Ох, персонажей по Наруто, конечно, очень много у меня. Даже как-то слегка неловко. У меня, естественно, были оригинальные персонажи, которые якобы присутствовали во вселенной Наруто. А еще периодически тут в папке встречаются мужские влюбленные персонажи. Да, я была поклонницей Иоя. Извините. Некоторые работы я выставляла на фигбук и радовалась отзывам таких же маленьких девочек, как и я. Ох, какое хорошее было время. Я, если честно, не знаю, что я могу еще сказать вам про эту аниме-папку. Все, что я могла, я уже поведала. Давайте вы посмотрите оставшиеся рисунки под музыку. Тут не так уж много осталось. Ну и я с вами заодно посмотрю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Теперь вы имеете представление о том, как я рисовала в своем детстве. И, собственно, что я рисовала. Хе-хе. Не люблю выбрасывать старые работы, потому что спустя года можно посмотреть на все это и умилиться. Ну или, наоборот, огорчиться. Такие дела. Спасибо, что смогли досмотреть видео до конца. Всем пока-пока.